Да, именно так. Это программа «Особое мнение» на часах 13.07. Я Владимир Сметанин и в нашей студии Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, день добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 9 августа, один из самых трагичных дней, между прочим, в мировой истории. Я имею в виду 9 августа 1945 года, когда на японский город Нагасаки американцы сбросили атомную бомбу. Буквально за считанные секунды погибли десятки тысяч человек. Они просто в пепел превратились. Очень печально. Вот, вы знаете, у нас американцы сейчас слышали, да, ну, так кратенько объявляют спонсорами террористов, объединяют, что там мы военную угрозу несём. Слушайте, единственное, страна безответственная, безответственная, я считаю, безответственная, которая взяла и нанесла ядерный удар по, в принципе, уже по проигравшей войну Японии на островах. Понимаете? Я считаю, что... Два ядерных удара. Да. Мало того, это... Планировались ещё. Слушайте, её никто не осудил до сих пор. Я считаю, Россия должна вынести в ООН и начать их поддавливать. То есть, эти американцы просто зарываются. Понимаете? Это нация, которая потеряла, по крайней мере, руководство элитополитической, которая потеряла вообще разные ориентиры, и она начинает учить Россию жить. И весь мир жить начинает. Демократии, там, ещё чему-то. Миротворчество. Так продолжается уже много лет. Ну, вот, вы знаете, история показала, что кроме, там, Советского Союза, там, царской России, мы всегда занимали такую позицию. Понимаете, вот, русские, вот, мы отличаемся. Вот, вы знаете, в чём же нас, вот, нужно идентифицировать? Я уже давно об этом смотрю, там, после института, у меня в 90-е годы были какие-то, там, идеи, что, да, вот, мы, наверное, неправильно немножко живём, а потом, когда, вот, мы поездили по миру, сейчас особенно век информационной такой обеспеченности, интернета, и всё остальное можно читать и смотреть. Я смотрю, у России есть определённая миссия. Мы всё равно гуманисты, понимаете? В чём миссия наша заключается? Я считаю... Мир на всей земле. Знаете, в чём миссия евреев, да? Если брать духовную, это две вещи. Да, да, говорится. Учить и лечить. Не воевать, там, ничего, а учить и лечить. То есть, понимаете, поэтому среди евреев много писателей, педагогов, врачей известных и так далее. И я думаю, что у России, это, знаете, какой-то гуманитизм, какое-то духовное осмысление. Вот, у нас даже наши ценности, религиозные ценности, это искать смысл жизни. Имейте в виду традиционное православное... Да, да, то есть это вот какая-то аскеза и так далее. Поэтому, может быть, в России так и живут, потому что, по большому-то счёту, вот, я даже знаю очень богатых людей, ну, уж совсем-то в роскоши не идут, понимаете. Может быть, глупо деньги тратят. Ну, да, наверное, там есть такой момент, что у кого-то появляется, они пропивают их. Но для того, чтобы, знаете, вот, как это, там, американцы, например, такое, у них тяга к комфорту, к наслаждению каким-то, это очевидно, и плюс ценность, бабки, доллар, деньги и так далее. Давайте на внутренних сейчас делах сосредоточимся, да, для российских, городских, да, вот, немножко забегая вперёд, такой абстрактный вопрос хочу вам, Владимир Владимирович, вам задать. Мы сейчас будем говорить о людях, предположительно о людях, потому что следствие разберётся, следствие пока идёт, которые имеют отношение к продаже, покупке, продаже земли в парке Побед. Я вчера попытался, знаете, подумать, вот если так отстрагироваться от всего и посмотреть на это со стороны, от таких чисто человеческих каких-то моральных позиций, то есть такое понятие, да, будет правильный начало, да, у русского человека, совесть, да, совесть, вот, вот, нечто такое, что говорит изнутри, что так делать нельзя. Вот, людей, которых мы подразумеваем, ну, и говорим в открытую, многие, да, предполагаю, что они имеют к этому отношение, к этому нечистому делу, уголовное дело возбуждено, вот, разве их не мучают угрызения совести? Вот, разве, вот, им что-то внутри не подсказывает, что не надо так поступать было? Вот, вы знаете... Задумывались над этим? Конечно, я об этом думал всегда, я такой вот, ну, я даже школьный год уже об этом думал, о совести, обо всём остальном, и были определённые идеализации. Вот, я, например, сначала нулевых годов, когда я не собирался ещё даже в политику идти, и я общался с директорами наших крупных предприятий, ну, например, таких, как Завод Лепси, с Генн Александровичем там, Маяк, Авитоек, да, с Сергеем Смирновым, с Сергеем Сечем, там с Мышинкой, с бывшим директором, очень у меня, как бы, такие плотные отношения были. Ну, потом, впоследствии с Василием Купрянычем, с Ураевым. Понимаете, мне повезло, это люди с совестью, понимаете? А вот, я тогда им ещё говорил, слушайте, а почему у нас вот так в городе происходит, почему вот происходит в области так? Они говорят, ну, многие там становятся депутатами Госдумы, там, может быть, там, не совсем, как бы, люди хотели, а мы позволяем им это. Они говорят, а ты иди тогда в политику и меняй эту ситуацию. Мы, говорит, не видим в себе, как бы, возможности, мы там промышленники, мы занимаемся этим, 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 потому что нормальные люди по какой-то причине в политику не идут. И поэтому она сегодня была... Хорошая фраза, нормальные люди, да, в политику не идут. И когда мне, знаете, сейчас вот, я когда стал депутатом, в компанию прихожу, у меня вообще много друзей, знакомых, они говорят, о, депутат пришёл, да, он говорит, Вов, говорит, все же депутаты козлы, я, знаешь, иногда говорю, да, козлы, но мы пытаемся, чтобы некоторые... То есть вы не рву на себе рвёте? Нет, я не рву никогда. Не пытайтесь отстаять. Потому что я соглашусь, к сожалению, в большинстве, а почему козлы, я объясню, может быть, моим некоторым коллегам, потому что, вы знаете, в Кирове вот эта особенность, я думаю, что, наверное, и в Государственном Думе, и в других регионах такая же, у нас пофигизм. У нас, например, 10% не больше в Кирове, городе, интересуется политикой, может быть, это же вообще 5%. А остальным всё равно. И это может быть нормальная ситуация для населения, я это признаю. Но когда только 10% депутатам городской думы что-то надо, что-то надо, а остальным всё равно, ну, слушайте, таким пофигизмом, вот я считаю, таких депутатов просто не должно быть. Вот я про плохих ничего не буду говорить, про пассивных в основном там. Вот это, кстати, созыв 6-й кардинально отличается от 5-го созыва. Да, гордумы. Там про Быковское было 2 трети, понимаете? То есть люди чётко, многие там виновны в коррупции. Кстати, сейчас очень много уголовных после Парка Победы пойдут ещё раз крутки. Я думаю, ну, вот Ленинская управляющая компания будет уголовка, АТП вместе связано, это отдельное дело. Там вообще есть такие фокусы, сейчас вот счётная палата проверила. Знаете, например, частная фирма купила, мы знаем, кому она аффилирована, это тоже бывшие депутаты городской думы, купили объект у АТП за 7,5 миллионов. А каким образом? Движимый, недвижимый объект. Недвижимый объект. Они сначала сделали договор купли-продажи на ремонт вот этого объекта, крыши этого объекта за 7,5 миллионов. Проплатили, а мы сейчас проверим, а там уже визуально видно, что ремонта крыши не было. Те АТП заплатили 7,5 миллионов какой-то фирме аффилированной, они с этой фирмы перевели и другой фирме, там через две фирмы перевели, да, и выкупили за деньги АТП здание АТП. Слушайте, такой наглости и вот прохидейство, самое главное, я знаю фамилии, просто вот сейчас уголовное дело. Я пока не буду, потому что уголовного дела нет. Но он на виду? Конечно, это один из депутатов городской думы. Но я не веду, а в друзья. Нет, объект не очень видный, он не очень большой, но в моем понимании он стоит там раз в 5-6-7 дороже. Понимаете, и вот такая бесхозяйственность в муниципальном предприятии. Так, итак, Парк Победы, да, напоминаю, что возбуждено уголовное дело, следователями я цитирую, по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в Парке Победы. Есть новости по данному делу, вот буквально накануне вечером Кировский телеграм-канал и стали сообщать, сегодня в частности сайт наблюдателя РУ написал о том, что прошли обыски в офисных помещениях, в жилищах, в квартирах людей, которые предположительно имеют к этому отношение. Но вы тоже в курсе этих новостей? Я в курсе, да. Вы довольны тем, как идет? Вы знаете, многие люди, конечно же, возбуждено уголовное дело уже несколько недель, порядка двух-трех недель. И вы, если не ошибаюсь, были первым, кто сообщил? Ну, во-первых, я всегда считал, что это, понимаете, как кругольный камень. Вот есть период коррупционный, который был, правильно некоторые наши депутаты Городской думы отмечают, просто, понимаете, все вот, коррупция, она проникла во все муниципальные предприятия, во все департаменты, и вообще люди просто потеряли совесть и потеряли страх, самое главное. И государство, вот, я считаю, с парком победы, оно обязательно будет, оно будет завершено, мало того, я думаю, что там не только один будет фигурант посажен, потому что деятельность некоторых чиновников, конкретно, департамент юридический, который отстаивал там, в суде защищал, департамент имущественных отношений. Вы имеете в виду структуру города администрации? Да, 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 да. Сам глава администрации, который подписал, некоторые два зама главы администрации. А, говорят, не подписывал сам глава администрации? Ну, у меня информация другая, в любом случае, понимаете, глава администрации по уставу несет прямую, пусть в уголовном деле скажет, что нет. А речь-то о ком идет, давайте напомним? О Александре Викторовича Перескопа. Перескопа, да. По моей информации, подписал он в любом случае в это время, это было примерно 15 марта 2015 года, он был главой администрации, он кому-то поручить, понимаете, это ведь не просто не иголка все, не да, это важный вопрос, в любом случае, может быть, если и подписал кто-то из замов, хотя у меня информация есть, что это подписал сам господин Перескопов, то в любом случае зам покажет, слушайте, а он мне сказал, подпиши и все. Или ушел в отпуск, мне сказали эти, или иначе сядет этот зам. То есть, я напомню ситуацию, они ведь не просто продали. Сначала вот этот участок относился к рекреационной зоне, и его кадастровая стоимость была 56 миллионов рублей. Они по какой-то причине безосновательно перевели в миллион семьсот. Мало того, потом обрезали еще какой-то закон, примили. 20% от этой стоимости от миллиона семьсот, а получили 338 тысяч. Слушайте, даже когда ты переводишь с кадастрового на каком основании, с 56 миллионов до миллиона семьсот, не секрет, что мы получаем все налоги с кадастровой стоимости, город получаем. То тут прямое нанесение бюджету, наполнение бюджета города, понимаете? Плюс, мы тогда уже говорили, что это так-то объект на момент пятнадцатого года, ну, мог стоить там 400 миллионов, миллион сотка, там, больше четырех гектаров примерно. Если рыночную стоимость, да? Да, для многоэтажного строительства. Мы это все понимали, все это все знали. Как будто бы, знаете, весь город водят за дураков. Вот эти люди, ну, я считаю, что фигуранты вот этого, они всех на слуху, они просто потеряли совесть, притом давно политическую совесть. Я считаю, в чем причина, все говорят, а почему же, ну, все говорят, а где же смотрели правоохранители? Я говорю, слушайте, а где мы, граждане ваши? У нас в стране, в принципе, нормальный демократический вариант. Если там, я про президентские выборы не говорю, про депутатов Государственной Думы, но депутатов Городской Думы и областного Государственного Думы мы можем прийти. Вот если мы пришли 60%, никогда бы Единая Россия, мало того, она могла бы и в тройку не войти, понимаете? Или была бы только третьей бы. Но вы не первый раз уже, да. Я об этом говорю, вопрос, ходить на выборы. Все говорят, да, Володя, они подделывают подписи, я говорю, да, подделывают, но правоохранители работают в этом направлении, поджимают со всех сторон. Это не 2007 год, это не 2012, уже в 2018 году не было такого вброса, хотя примерно все знают, это процентов 10, но все партии, что там, ЛДПР, коммунисты, вот наша справедливость Россия, мы уже поджимаем, мы знаем даже в главах, в администрациях Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Нововятского, кто этим занимается вбросом. Чаще всего-то замглавы администрации, ну или чаще всего там некоторые главы администрации. Это как? Прям идет и... Они знают, знаете, вот каждый год это вскрывается вопрос, да. Вот во время моих выборов в 10-й школе, понимаете, представитель комиссии, Александр, фамилию не буду называть, обнаружили мы пачку 100 бюллетеней, которые без печати были и без подписи. Как это назвать? Так по идее они не должны быть. А мы подняли вопрос, и я знаю, что этот председателем не будет, но знаете, какой вброс есть? Вот, например, есть всегда списки регистрационной избирательной комиссии, проверяют, кто из года в год, там, десятилетиями не ходит, 20 лет не ходит на выборы, не знаю, что, не ходили и не будут, и вероятность того, что он придет, очень маленькая. Чаще всего это старые люди там. Ему было там 60 лет, сейчас ему 80 лет. Но мы натыкались, каждый год натыкаемся на случай, что, например, а он два года назад умер, а у них информации нет, и вот эти умершие, они пропадают. А он все равно список, да? Мертвые души. Вот такие вещи есть, но я хочу сказать, что у правоохранителей, там, особенно у Федеральной службы безопасности, сейчас есть карт-бланш. Путин отдал такую команду, чтобы бороться с коррупцией. Ребята, просто вас поймают. И я даже знаю фамилии, понимаете? Кто это делает? Я хотел бы предостеречь, потому что на кого вы работаете? На каких-то олигархов, на этих коррупционеров, которые сегодня находятся каким-то образом в власти. Ну, ребята, все это поменяется. Вот понимаете, все в жизни оно меняется, и вот я сейчас хочу сказать, что всем хотелось бы, что вот мир поменялся в Кирове, в регионе, и мы, наконец-то, если люди занимаются политикой, то есть они должны служить людям. С другой причиной там делать нечего. Придет и ваш судный час, уважаемые, вернее, неуважаемые господа коррупционеры, уверен, депутат Кировской городом Владимир Журавлев. Небольшая пауза, сейчас мы продолжим нашу беседу с Владимиром Вениаминовичем через полминуты. Продолжаем наш разговор, напоминаю, что вы, слушатели, тоже можете задавать вопросы. Гостью особого мнения Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия», есть специальная форма на сайте «Кирова.ру». Ну и, кроме того, еще раз напоминаю о том, что после выхода в прямой эфир, передачи «Особое мнение», на сайте появляется аудиоверсия, видеоверсия, а также вы можете почитать текстовую версию, то есть расшифровку особого мнения. Заговорили уже немножко, да, о выборах в городскую думу 9 сентября. Если для вас новость, уважаемые слушатели, 9 сентября будут довыборы вместо Ларисы Копсовой, которая вышла на работу в городскую администрацию, и еще один депутат, трагично ушедший из жизни. Никудина Шадинова. Да, да, да. И вот что получается, буквально новости последних часов. Кандидаты от партии «Родина» не зарегистрированы, найдено у них нарушение, и, соответственно, 9 сентября в довыборах будут участвовать 11 человек. Напоминаю, что по регламенту всего в городском парламенте 36 депутатов, из чего делаю вывод, что 11 человек на 2 места – это довольно существенная конкуренция. Находите? Ну, я считаю, что это нормально. В чем видите особенности вот этих довыборов? Ну, во-первых, мы понимаем, что стратегический расклад они не изменят. Ушло, из городской думы ушло 2 депутата городской думы, тем более оба таких достойных. Это вообще, вы знаете, довыборы будут в два городских и в два областных округа. И, вы знаете, вот ушли люди, я даже не беру что-нибудь из разных партий, вот уважаем очень, но он сидел со мной рядышком. Валентин Анкудинов – это совет-эко-работник, бывший начальник службы безопасности и так далее. Замечательный же человек, честный, которому еще он на праймерис очень понравился и так далее. Мы с ним как бы даже так немножко уже стали как бы дружить по-человечески. Второй, это, конечно, ВЗС, это Василий Куприянович Сураев ушел. И, то есть, уходят почему-то достойно из жизни людей, которые я уважал. Знаете, вот, ну, это уже давно известная такая, многие там классики, писатели, философы понимают, почему хорошие люди уходят рано из жизни. 59 Анкудинов ушел, Василий Куприянович 64 года. Вот еще жить да жить по сегодняшнему мерку, да. Вот. А о плохих людях, людей никто ничего не берет. И вот мне нравится очень… Это вообще по жизни слабо. Индийская, да, такая вот ведическая культура, которая говорит, ребята, хорошие люди уже прошли здесь уроки, мы здесь на земле уроки. И вот это отличники, которые выполняют все уроки, и Бог их забирает. А плохие люди, это обычно двоечники, понимаете, вот они мучаются, колбасятся, потому что говорят, что жизнь на земле она такая. Ну, мне это, в принципе, философия, в общем-то, нравится, наверное, так. По крайней мере, она что-то хоть объясняет. Ну, и, конечно же, Лариса Анатольевна Копосова, она тоже «Единая Россия», депутат, но замечательный. Я был одним из сторонников того, чтобы она стала замом главы администрации по образованию, молодежной политике и социальным вопросом. Человек, который может реформировать, чего мы хотим и добиваемся. Вот эта проблема, которой мы потом коснемся детских садов и школ, она напрямую ей поставлена на задачи. Я верю в нее, я ее поддерживаю. Кстати, да, хочу анонсировать, Лариса Анатольевна, у нас был недавно разговор, буквально на днях. Она сейчас в небольшом отпуске находится, но обещала вот проблему по нехватке, в том числе мест в детских садах после своего отпуска, где-то в 20-х числах августа, прийти к нам в суде непосредственно и поразбираться в этом вопросе. Ну, внимание, если продолжать тему до выборов, внимание, в первую очередь, журналистов, наверное, да, приковано к Валенчику-младшему. Ну, я видел. Зачем Валенчику-младшему, 22-летнему молодому человеку это? Можете ответить на этот вопрос? Вы знаете, это его нужно спросить конкретно. Не, ну, я предполагаю, что на встречах с избирателями Павел будет говорить о том, что я иду, чтобы улучшить жизнь кировчанам, много вопросов нерешенных, мы сможем все это сделать. Так любой может говорить. А скрытые смыслы есть? Ну, вот смотрите, это мое мнение лично. Я думаю, что это не желание Павла. Я думаю, что здесь идеология Папы Олега Дарьяновича Валенчука. Но Олег Дарьянович прошел большой путь. Он сначала стал там, прошел, занимался делом, доказал, что дело может делать. Вошел в политику. Он ведь не сразу стал депутатом государственной думы. Мало того, он баллотировался на пост губернатора в свое время. Понимаете? 2003 год, да? А когда у парня еще он не встал на ноги, есть, вот, я бы, наверное, вот, ну, для меня, я для себя решаю. Во-первых, по закону это ему возможно все сделать. Ну, я понимаю, что, наверное, Папа хочет его каким-то образом натаскать. Ну, наверное, было бы правильно по партийным спискам пустить, а не в одномандатные углы. Потому что велика вероятность, ну, люди сегодня начинают ходить на выборы. Ну, может быть, он скажет, ну, пусть пойдет, проиграет. Ну, непонятна позиция Единой России. Понятно, что, может быть, не самый сильный кандидат. И вот я, например, моя позиция как отца. Ну, это дело Олега Дриановича, пожалуйста, да? Но я бы, например, своих детей никогда бы в политику не запустил. Не пожелали бы такой стези. Рано. То есть, есть работа Энгельса, где, я говорю, что молодые люди в тегр, в 18-19 лет, в 19-е веки, что не нужно заниматься молодым людям политикой до 33-х лет. Это когда там продолжительность жизни была небольшая. Он говорил, идите в сапожники, учителя, врачи, промышленники, встаньте, получите профессию то, чем. Получайте опыт. Вы будете потом заниматься, да. И когда вы созреете, профессия вас отпестует, сделают личностями, вот тогда вы можете идти там заниматься политической деятельностью. Вот то же самое я хочу. Потому что, вы знаете, когда ты в молодые годы, ты не знаешь, там, еще много искушений, ты себя неправильно ведешь. То есть, ты можешь просто себе все испортить. Знаете, можно 30-35 лет уже всего наесться, извините меня. А политика, ну, это неприятные вещи. Там можно споткнуться, то есть, на тебя смотрят. То есть, ты должен уже, там, пьянки, гулянки, ты должен, как бы, себя, как бы, знаете, в рамках держать. Обычно, в молодые годы, часто людям это не удается, понимаете? Поэтому, рискованное дело, но это их дело. Вот. Там есть депутат, например, и от нашей спортивной России. Да, да, да. Вот это человек опытный. Я сам... Работавший в городской... Да, был зама, потом был принципиальный. Я, понятно, что он, как бы, мой коллега, я, честно, политическим строительством не занимаюсь. Вот, политическим строительством не занимаюсь. И это, как бы, ну, я к этому спокойно отношусь. Ну, по крайней мере, я отношусь личностью, я не делю депутатов на партии. И вот, слава богу, Елена Васильевна Ковалева, которая сейчас ведет политику в Думе, что кардинально отличается от Пятой Думы при Быкове, когда там, он нам что-то насаждал, там, говорил, пытался, по крайней мере, это насаждать. Здесь очень много думающих людей, имеющих свое мнение. Мало того, говорящие головы, здесь их несколько. Хотелось бы, которые принципиально пытаются там достучаться, раскопать, что-то там, понять. Это ЛДПР, Веселова Татьяна Николаевна, глава фракции, Денис Ерохин, Денис Валерьевич. Говорите, рабочая группа, транспорт, ЖКХ и так далее. Принципиальный. Компаса Ларисы Анатольевны, которая сейчас стала замом, всегда выступала в социальных вопросах. Кадычаков, Денис Валерьевич, фракции Единая. Хлемаков принципиально пытается там. Рябов Алексей Николаевич, зам главы города и одновременно Единая Россия. То есть люди, вот справедливая Россия, конечно же, это Игорь Вахмянин, который является главой строителей области. Ну, с вашего позволения. Ваш покорный слуга, который, Вутинцев Алексей Владимирович, смотрите, говорящих голов несколько. И они пытаются докопаться. Но большинство, оно по каким-то вопросам боится, не готово быть к депутации. У меня это такое вот, так вы встаньте, уйдите. Ну и граждане... Какая часть, по вашему мнению, должна уйти? Две трети. Две трети. А, ну балласт. Мало того, там 2-3-4 человека просто из бизнесменов, которые решают свои вопросы личные, конкретные по бизнесу, ничего другого. Понимаете? А от депутата должно быть служение. А мы позволяем, там, вот этой исполнительной власти, которая рулит нашими выборами, к сожалению, там правильно, неправильно. Вот. Там еще ряд, как бы, людей, которые, там, какие-то вопросы свои решают. Если бы люди приходили, 60%, понимаете? Тут, давайте можно провести опрос, какой рейтинг у Единой России. Ну, он действительно маленький. Он бы отличался, на ваш взгляд, да? Давайте рассмотрим, конечно. От официального рейтинга. А так как люди не ходят, не верят на выборы, Единая Россия побеждает. Ну, вы знаете, я все... Я же до этого был фракцией Единой России, да? Когда был Сураев. Но вы не состояли в партии. Никогда, никогда ни членом партии не был. И вот моя, знаете, позиция какая? Да, Единая Россия сама по себе партия, это неплохо. Плохи те люди, которые наполняют, понимаете? Не место красит человека, а человек место. И если бы, например, Единая Россия возглавил бы какой-нибудь, ну, типа Василия Купряновича Сураева. Так он ведь и возглавлял. Ну, его вытеснили, его вытеснили, то есть люди из корыстных интересов, эти фамилии тоже известные, которые там из-за своей корысти, из-за своей карьеры, ну, решили там войти в связь с господином Никитой Юрьевичем Белыхом, просчитались. А почему они не ответили за то, что этого человека на второй срок губернатора выбрали? И то, что он попался. Да понятно, что ведь было известно, что коррупцией он занимается и до этого. Водовод, космический центр, все это коррупционные дела, которые еще у нас возможно ждать. Хилтон гостиница, построенная в нарушении всех. Сейчас можно экспертизу провести и бывшего глава администрации Дмитрия Дранова то же самое к уголовной подтянуть. А на основании чего выдали такое распоряжение? Все нормы строителя просто нарушены, понимаете? Владимир Меомельчук, получается, что клейма негде ставить на бывших руководителей города? Честно. Я открыто говорю, что к этим людям должно быть уголовное преследование. Потому что, в моем понимании, просто это не юридическое, есть все основания. Как по Парку Победы, понимаете, помните, Быков заявлял сколько раз. Жулев придумывает это, все давно уже решено. Ну где, Владимир Васильевич, где решено, дорогой Морн? Сколько раз вы прокалывались? Мало того, то, что вы делаете, ну, это, в моем понимании, это не красит честь офицерскую. И вы послушайте ветеранов, офицеров, что они говорят по этому поводу. Ветераны, наверное, офицеры эту боль внутренне переживают. Вы знаете, там есть... В правилах офицера как-то высказываются. Хотите, скажу, если бы офицерским судом господина Быкова судить, я думаю, что их бы обвинили в сталинских временах. Они же люди, офицеры же жесткие. И все на виду, все понимают. Что делал господин Быков, ну, вы знаете, это... Я считаю, что уголовного дела мало. Совесть, мораль здесь забыты. Мало того, у меня, вот, не понимают, все под Богом ходим. Людям по 65 лет. Слушайте, вы думаете, ведь жить-то сколько осталось? Ну, 5-10 лет. Чего вы все, деньги, деньги, деньги. Когда же будете думать-то о вечном, о душе? Вот люди, которые у власти, видно, это азарт или это зараза какая-то. Я это сам, вот, себя специально как бы останавливаю. Слушай, политика очень опасная вещь, она не должна тебе нравиться. Тебя, наверное, должно быть подташнивать от нее, чтобы у тебя не появилось желание, вот это, знаете, вот, власть, власть, держание. Это, говорят, хуже наркотиков. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Особое мнение продолжится через полторы минуты у нас реклама. Хорошо, да, продолжаем. Мы активно беседуем о городской жизни и в перерыве. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Мы тут устроили такой спор на страницах сайта Кирова.ру между вами и Ильей Шульгиным, главой Кировской администрации, в вопросе о детских садах. Илья Вячеславович высказался за то, что много детсадов Кирову не нужны. Не новых в смысле, да, потому что так или иначе, ну, история так показывает, есть подъем демографический, есть яма, спад демографический. И, соответственно, наступит время, через несколько лет, когда, если мы сейчас по настрою много детских садов, они окажутся невостребованными. На что Владимир Вениаминович парировал, так, ё-моё, берите пораньше просто-напросто, не с трех лет, с полутора лет берите, и никогда тогда не будут пустовать эти. Нет, это не просто я... Нет, так я примерно, да? Посмотрите, я вам назову цифры, которые сегодня реальны, которые скрывают, я думаю, что Илья Вячеславович человек такой открытый, прямой, вот, практика моей, его с ним общения, хотя мы там с ним часто дискутируем, спорим, он там даже, ну, Владимир Вячеславович, замучили меня уже там вопросами, Илья Вячеславович, не только вас, и Перескокова до этого, и Дранова. Такая у меня работа. Мало того, как бы вам ни было, не хотелось, но такова система городского управления, что народ выбирает депутатов-контролёров своих, поэтому нужны принципиальные люди, которые должны всегда искать... Мы просто контролёры, вы работодатели в прямом этом? Да, мы работодатели Илья Вячеславович, он это всё понимает. Спасибо ему за это. Но, в вопросе, вот он высказал, говорит, а вот, Владимир Вячеславович, вы там говорите, давайте строим детские сады и школы, а потом у нас через какое-то время... Я вам хочу сказать, во-первых, сегодня не хватает для того, чтобы обеспечить с трёх лет по закону образования детскими садами, нам не хватает восемнадцать детских садов. На чём строится моё? Тупо какая сегодня очередь не есть. Официальная позиция? Официальная позиция? Я тут от Петрицкого слышал шестьсот, а моё понимание, три шестьсот. Три шестьсот? Не хватает. Ребятишек? С трёх лет. Ребятишек, да. Это первый момент. Просто, знаете, как они скрыли? Во-первых, учётом раз. Во-вторых, они уплажены. Уплотнили все группы детских садов, пооткрывали новое. В нарушении там Роспотребнадзоровский. Роспотребнадзор тоже знает об этом некоторых вещей. То есть, о чём я говорю? Группы должны быть там по двадцать человек, а они там по двадцать пять, двадцать семь, двадцать восемь, может быть даже по тридцать. По-моему, максимум двадцать пять всё-таки. Это по закону. А так, я слышал, я не проверял информацию, но одна мамочка сказала, что у нас даже якобы тридцать два человека в группе, понимаете? Они этим уплотняют, раздают путёвки, но не знаю, берут они или нет, нарушений все. Плюс, я вам хочу сказать, у нас четыре детских сада и адреса эти известные в департаменте образования. По идее, они даже ремонту не подлежат, но у них вот есть как-то так вот. Они работающие. Они работающие, их надо сносить и строить новый детский сад. То есть, дети находятся в опасности круглосуточную? То есть, они ежедневно? Нет, там, знаете как, там просто течёт, бежит. Нет, опасности как таковой нет, я думаю. А, условия таковы, что лучше строить новые, чем... Его надо, да, сносить и строить. То есть, он не подходит ни по каким-то, как два четвёртого школы. Ну, что там делать? Надо просто сносить и строить, условно говоря, что-то другое. Не подходит. Вот здесь то же самое. Это 18. А ещё, мало того, президент страны вместе с премьер-мистром Медведевым сказали до 2021 года обеспечить всех желающих яслями с полутора лет. Это правительство и президент, который поставил зачёт, до 2021 года. И выделяет вот сейчас то, что Курдимов Дмитрий Александрович и Илья Вячеславович, что за два детских сада нам выделят деньги на тысячи мест в яслях. И как раз они приняли правильное решение, в том числе и меня приглашали, спасибо им за это, для понимания, что они говорят, если это всегда первые этажи. А мы говорят, что нам территорию занимать? Давайте построим первые этажи за счёт федеральных денег, а мы ещё столько же вложим за два года в бюджете области города. Мы предусмотрим эти деньги, это порядка там, насколько я помню, 800 миллионов ещё дополнительно, или 400 миллионов, я сейчас не помню по цифрам. И мы построим вторые этажи, их отдадим под детские сады. То есть мы выполним эту программу, вложившись сами, у нас в итоге получится там, ну, 10 полновесных детских садов яслей. Вот. Но, представьте, если с полутора лет, если, ну там некоторые ходят, есть заявки с трёх месяцев, с полугода, но мы к этому, наверное, не готовы. И закон нас немножко не совсем обязывает. Ну, в законе-то написано как раз с трёх-двух месяцев, а там уже можно получать поезда. Да, 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 да. Но, вот, если, давайте посчитаем, если нам с полутора лет, 21-го года нужно сделать, то есть у нас год в городе, год один, год детей, это примерно 6 тысяч, чуть побольше. 6 100, 6 200, 6 300, ну, 6 считать, да. Плюс ещё полгода возьмём, это 9 тысяч нам нужно обеспечить, если они, риторически, с полутора лет. А я думаю, с полутора лет процентов 80-90 пошли бы в муниципальные такие ясли, да, с полутора лет. Ну, в процентах боюсь говорить, но много, конечно. Я понимаю, что может быть кто-то и до трёх лет, но это маленькая толика. Но смотрите, даже, давайте посчитаем, 9 тысяч, извините меня, это ещё 40, это 45, если, эй, ау, 45. Илья Вячеславович, вы ещё не построили ни одного детского сада, вот, вот мы планируем сейчас 6 в этом году построить, и 4 в следующем. Это по области? Или в городе? Это в городе. 10 только в городе. Это детские сады ясли, ясли, по федеральной деньги даются на ясли, на первый этаж, второй этаж. 45 и 18 нам детских садов надо в городе. Плюс, если ещё сносить, Илья Вячеславович, слушайте, о чём вы говорите, вы ещё рано начинаете. Вы ещё не построили ни одного детского сада яслей, а уже начинаете говорить. Плюс, следующий вопрос, его, он логичный человек, и я ему отвечаю, он просто, его, Петрицкий господин, глава департамента, докладывает не всю информацию, у него как, у командира нет всей разведданных для того, чтобы двигаться. Ну, командир же может запросить, уточнить. А почему не запросить? Более обширно. Приносил бы меня, я бы им разложил бы всё. Тем более, у меня информация из департамента образования. Нет первых лиц, а там третий, четвёртый, пятый, у которых сердце болит, но почему-то первое лицо не докладывает эту ситуацию, боится или не хочет обострять ситуацию. Ну, вот обострей с детскими садами. Пять лет мы об этом говорили, бы, говорю, у нас всё хватает детских садов. Сейчас уже дошло до того, что 1 августа была вот эта акция у филармонии. У филармонии, да, когда? Ну, слушайте. Мамочки в первую очередь. И она очень остро стоит. И без федеральных денег, без каких-то дополнительных программ, специальных в отношении города Кирова и региона, наверное, по области, не знаю ситуацию, городской депутат, не изучал. Нам нужно двигаться, поэтому я вот просто даже перспективы какой-то не вижу, что нам хватило. И второй момент. Сегодня в группе по 25 человек, даже некоторые, пусть даже по 30 есть, все знают, что идеально так-то бы 10-15. Понимаете, процесс обучения у нас здесь без... Ну, да, когда более тёплая такая атмосфера. Когда должное внимание каждому уделяется ребёнку. И то же самое у нас проблема со школами. У нас некоторые школы подвесны по полную завязку нарушений всех новых. Слушайте, это правда в этом году опять какое-то рекордное количество параллелей? Конечно. И не до десятка. Вот многие не понимают это. Вот смотрите, у нас, например, средняя школа. Вот взять там, ну, я ситуацию, я считаю, по 10-й школе. Там 3 было 11-й класса, да? Там 4-й девятых, да? 6-й классов уже 6, потому что они вот эти... Все первые классы последние 6 лет, они по 6 классов набирают и не успевают всех брать. Мало того, по закону 25 брать, все классы по 30 человек. Прокуратура уже устала штрафовать, и это несправедливо просто. Почему? Причём здесь директора школ, это должен глава администрации обеспечивать, глава департамента образования. Это материальная база. Директор по определению не может ничего сделать. Построить новую школу или ещё что-то определить. И закон его заставляет в этом округе, который мы выделили, принять всех первоклассников. Вот и всё. А ещё блатники, особенно те школы, которые... Блатники в смысле платники? А, платники, льготники. Нет, блатники это, которые там с администрации города, области, я знаю даже фамилии людей, которые там звонят директорам школы, говорят... Хочу в эту школу. Хотя по региону и всё. Вот познакомство. Блатники именно. По детским садам, слава богу, этого нет, там жёстко прокуратура контролирует, вопрос более острый. А по школам то же самое это есть. И смотрите, у нас сегодня уже школы трещат. А сегодня шестые классы, по шесть классов. Одиннадцатых классов три, девятых четыре, понимаете? Через четыре года, одиннадцатые классы, условно, ну пусть там кто-то идёт в ПТУ, в училище, в техтехникум. Пусть будут пять классов, но девятых-то будет шесть, понимаете? И уже всё. Трубу, в которой что-то крупно... Да, да. Вот это... И если бы, Илья Вячеславович, математическую модель сложили, так у неё просто голову бы сорвал. Мало того, я говорю, что нам нужно построить вот на сегодняшний день, чтобы нормам соответствовать, не всех в первую смену. О чём президент говорил, там до 24-му году сейчас он говорит, а до этого к 18-му году тогда президент говорил. Вот. Нам нужно 14 школ. Нужно было в 15-м году, наконец-то, приняли примерную программу, посчитали, сколько нужно школ. И вот две школы построили, это в Зиновых и в Урванцево. И в Урванцево. Хотя, считай, может быть, не в Урванцево, а уже была первая школа, в Чистых Прудах. Сейчас строить собираются две школы в Чистых Прудах, вот 24-ю школу нашу, вот эту в центре. Преперсоюзный и Карла Маркс. Но вот на сегодняшний момент нам нужно ещё 14 школ. Построят в Чистых Прудах две, 24-я школа, останется 11 школ. Но это надо сегодня, у нас уже этого не будет хватать, понимаете? И ситуация такая же острая. Сегодня, вчера. А теперь, если Илья Вячеславович скажет, Владимир Ильич, мы настроим новых школ через какое-то время, не останется ли, нет? Я говорю, Илья Вячеславович, нет. Потому что во всём мире, и педагоги это знают, поговорите. Идеально не 25 классов в школе для учёбы, а идеально это 15 человек. Кто знает, в идеале вообще 10-12. От чего это зависит? Один учитель на уроке русского языка, он не может опросить всех, 25 человек. Тем более 30, понимаете? То есть он через раз в месяц спрашивает. Соответственно, эффективность этого, нет диалога между учителем и учеником. То есть он не держит на контроле, ребёнок занимается или нет. Поэтому оптимально это 10-12. Почему иностранные языки это всегда полкласса, помните, да? Потому что это связано с общением, язык сам по себе, нужны разговоры. Один класс просто по определению не сможет учить, один контролировать. И то же самое касается детских слов. Поэтому, условно говоря, мы настроили школу, а это примерно 20 школ надо, когда бы люди учились в одну смену, да? А во вторую смену занимались бы дополнительными вещами, которые предусмотрены законом образования. Это кружки, они должны быть при школах, спортивные секции при школах. В этом логика закона образования. Почитайте российский, его мало кто читает. К сожалению, всю стратегию не осознёт и не понимает. И это мы ещё с вами в том числе не поговорили о том, каково педагогам в этих условиях приходится. Ну, то же самое, теперь ещё петопенсионная. Ну и так далее, да. Мало того, у нас тех молодых учителей кадров у нас тоже с кадрами проблемы. Директоры об этом знают. Это безумно. Глава администрации пока не в курсе. Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы. Завершается особое мнение. Спасибо, всем до свидания.